Здравствуйте, товарищи! В марте состоится очередное весеннее заседание Российского комитета рабочих. И я, как рабочий, буду принимать участие в заседании комитета. Буду выступать там с докладом о шестичасовом рабочем дне. И все вы знаете, что, возможно, уже почувствовали на себе давление буржуазии, которая продолжает наступление на наши права, интересы. В частности, увеличение пенсионного возраста увеличивает и без того уже достаточно большую нагрузку на рабочий класс. И мы это чувствуем. И сейчас ситуация такая, что люди начинают понимать, что действительно выход в принципе только один. Что мы можем противопоставить против диктатуры буржуазии, которая ухудшает постоянно наше положение? И выход только один – борьба, коллективная борьба. К сожалению, за годы реакции мы немного разучились бороться. И чтобы научиться этому вновь, состоится такой комитет. Комитет рабочих, где рабочие могут приехать туда, подготовиться, рассказать о ситуации на своем предприятии. Что хорошего, что плохого и что делать. Главное – выработать позицию и план. План конкретных действий. Как мы можем противостоять этому наступлению и выработать свою позицию, которая отразится в решениях, в постановлениях этого комитета. Это будет руководством для всех, кто хочет улучшить свою жизнь у себя на предприятии. Начинать надо, прежде всего, со своего предприятия. Москва далеко, Кремль, как говорится, это самое далеко. А вот непосредственно что мы имеем? У нас есть профсоюз, у нас есть товарищи свои по борьбе, коллеги. И то, что на комитете решится, то мы понесем свои коллективы. Расскажем, как, что действовать, как нам улучшить свою жизнь. А вопрос серьезный, товарищи, потому что действительно сейчас с увеличением пенсионного возраста это уже вопрос, как говорится, выживания класса, чтобы дожить нам нормально. И, как говорится, не инвалидами, а спасаться надо уже. Основным инструментом борьбы за свои интересы является коллективный договор. И работа над коллективным договором – это, в общем-то, основное такое занятие, которое необходимо нам освоить. Потому что все положения, которые там отражаются, и борьба за шестичасовый рабочий день, за улучшение условий труда и заработной платы, увеличение ее достоимости – все это пункты для коллективного договора. И нам, рабочим, необходимо освоить этот инструмент. Ну и также потом введение коллективных переговоров и внедрение его заключения, работа над коллективным договором. Все это этапы, шаги для улучшения нашего положения. Собственно, без освоения этой практики ничего сделать не получится. Поэтому это обязательное условие – работать над коллективным договором. Ну и к тому же коллективный договор в процессе его написания, обсуждения, он также является и средством для пропаганды, для донесения идей до других членов коллектива. На российский комитет рабочих приезжают самые передовые, самые, как говорится, сознательные рабочие. И также очень помогает интеллигенция, которая знает, как нужно действовать, изучает интересы наши. И вот в этом единстве мы можем выработать, только в этом единстве мы и можем выработать стратегию, тактику нашей борьбы. Так что я призываю всех, приглашаю на российский комитет рабочих. Приезжайте, давайте учиться, давайте противостоять, бороться. Другого пути у нас нет. Так что добро пожаловать, до встречи на российском комитете рабочих. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...